Сергей Михайлович, что решил суд? Суд избрал меру пресечения заключения под стражей до 29 августа 2018 года, то есть на месяц и 10 дней, как просило следствие. Но хотел бы отметить, что это постановление суда, к сожалению, или опять же, было принято в нарушении уголовно-процессуального законодательства, в нарушении прав и свобод непосредственно Ибраимова. Теперь уже, я так понимаю, что в связи с подписанием премьеров освобождения от должности уже экс-мэра. Какие нарушения? Суд, во-первых, именно Первомайский суд почему-то до сих пор допускает такое нарушение, как закрывает процесс от журналистов или граждан, которые хотят присутствовать на этом процессе. Хотя именно процесс и закон говорит о том, что заседание должно проводиться в открытом режиме. Это нарушение уже не стали допускать в городском суде, в Верховном. А Первомайский суд по-прежнему рассматривает в закрытом режиме. Это вот первое. Заявили отвод судье, судья отклонил этот отвод в связи с тем, что он не допустил журналистам. Заявили ходатайство, он опять отклонил ходатайство об открытии процесса. А уже по существу, когда рассматривали, защита обратила внимание на то, что следствие не обосновало свое постановление ходатайства с требованием избрать меру пресечения и с просьбой признать законным задержанием. Здесь много моментов. Я не успею вам сегодня рассказать об этом, но думаю, в следующие дни дополню свое выступление. Но первое. Во-первых, предъявленное обвинение по статье 166 не является подследственностью ГКНБ. Это мошенничество. Уголовное дело, по которому предъявлено обвинение, возбуждено по 171 статье. Без возбуждения уголовного дела по 166 предъявлено обвинение. Это прямое нарушение еще одного УПК. Подследственность отсутствия возбужденного уголовного дела. Далее. Обоснованность. Ни одного документа, который бы обосновывал позицию следствия. То есть только само обвинение. То есть они считают, что этого достаточно. Суду не представлены какие-то обстоятельства, факты, доказательства, связанные как с обвинением, с достаточностью обвинения, так и с обоснованностью необходимости избрания меры пресечения. Ну, представляете себе, что мэр до задержания еще был мэром. То есть он занимал государственную должность. Это первое. Второе. Он находился в отпуске. Третье. Он находился дома по адресу, который заявлен в органах следствия. И следствие, нарушая процесс, пыталось спецназам, представителями органов дознания, большой группой органов дознания, обеспечить принудительную явку в ГКНБ. И при этом заявляют, что Албек Ибраимов скрывается от следствия. Ну, если он находится дома, он же не скрывается? Или я не дружу с логикой? Простите. Вот единственный рапорт одного из сотрудников органов дознания, собственно, присутствовал в этих материалах. И все. Ни повесток, о которых говорило следствие, что ему предъявлялись повестки, или он вызывался на допросы, этого не было. Ни постановления о принудительном приводе и так далее. То есть, перечислять очень много можно. То есть, суд в очередной раз принял ходатайство следователя о избрании меры пресечения, заключения под стражей, признал законным задержание, не требуя от следствия обоснованности этого момента. То есть, следствие уже не доказывает суду. При таких обстоятельствах я могу сказать, что, ну, зачем судебная инстанция? Наверное, достаточно передать эти полномочия прокурорам, и ничего не изменится. А судебную инстанцию на этой стадии вообще ликвидировать, тогда будет более правдиво. Извиняюсь, как вы прокомментируете заявление о том, что Албек Ибраимов угрожал вооруженным сопротивлением по поводу своего задержания? Я могу сказать, что это всего лишь навсего заявление неизвестных лиц. А я вам уже сказал, Албек Ибраимов находился у себя дома по адресу, который имеется у органов следствия. И задерживать его, и тем более арестовывать у них оснований никаких не было. Причем, я еще раз повторюсь, не было возбуждения уголовного дела по статье 166, подследственность которой является для органов МВД и финансовой полиции. То есть эти дела расследуют только эти органы, а не органы ГКНБ. Получается, что ГКНБ отбирает ту подследственность, которая по закону ей не принадлежит. Ну или хотя бы возбудите уголовное дело, присвоите ему номер этого уголовного дела, потом соедините эти дела. И потом только вы можете предъявлять. Это, как заметил судья в процессе, не нужно нам, собственно говоря, рассказывать об известном. Но он сказал по-другому, но смысл был тот же. Ну, если такое нарушение допускается, то защита просто обязана говорить об этом. Ну, простите за долгий такой вот.